Ни один из четырех свидетелей, вызванных сегодня в суд, не явились, причем без объяснения причин. Впрочем, и без показаний очевидцев этот процесс оказался сенсационным. Пуля, выпущенная Лебедовым из Сайги, возможно, срикошетила. Это показала баллистическая экспертиза. Защита обвиняемого не применула этим воспользоваться и снова заявила. Ранение Ивана Климова было случайным. Адвокат обвиняемого Владимир Самарин по окончанию заседания выглядел уверенным. Но в беседе с журналистами допустил довольно неприятную для себя оговорку. Он стрелял в эту группу агрессивного настроения, не в группу, а перед группой агрессивно настроенных людей, с тем, чтобы предотвратить дальнейшее их избиение. Объективно показывает. Ну куда ты от этого делаешься? Соответственно, еще раз повторяю, я не знаю, как будет вести себя сторона обвинения. Но ведь явно у нас идет переквалификация данного деяния. Переквалификация, нанесение тяжких телесных повреждений не умышленно. Впрочем, есть одно «но». Выяснилось, Иван Климов не единственный пострадавший в тот вечер у ночного клуба. Один из случайных свидетелей конфликта, Владислав Навацкий, был также ранен в ногу. Причем стрелял Лебедов прицельно. По моему ходатайству была оглашена справка по первому потерпевшему. Исходя из этой справки, следует, что направление раневого канала спереди-назад, сверху-вниз. Что исключает версию Лебедова, что он стрелял в землю. И прокурор, и сторона потерпевших настаивают. Если бы подсудимый хотел избежать продолжения драки, то мог просто уехать из клуба. Однако он взял ружье и стал ждать выхода Климова и его друзей. Представитель потерпевшей стороны Евгений Черноусов считает, выстрел был сделан намеренно. Кроме того, и после разборки не закончились. Конфликт, уверен адвокат, был исчерпан лишь 23 ноября 2013 года, когда Ивана Климова жестоко убили во дворе собственного дома. Черноусов предполагает, следы исполнителей убийства нужно искать за пределами Омской области. В Киргизии, Казахстане и Екатеринбурге. Там, где живет родня Яна Лебедова. Оно заказное убийство, но примитивно сделано. Убивают подъездик, убивают где-то там. А здесь камеры могли быть, люди могли быть. Это большой риск был задержан. Тем не менее, они пошли. То есть, они приехали и уехали. Поэтому до сих пор их не можем раскрыть. Это наша версия. Она основная версия. Но это связано все с конфликтом между Яном Лебедовым и Иваном Климом. Когда будет вынесен приговор по стрельбе у ночного клуба, пока предугадать невозможно. Если на следующее заседание свидетели обвинения опять не явятся, суд начнет рассматривать доказательства защиты. Впрочем, многие считают этот процесс промежуточным. Главное – раскрыть убийство боксера и наказать виновных в этом преступлении. Дмитрий Черноскутов, Вадим Насардинов, 12 канал.